Вижу изображение. Здравствуйте, коллеги. Слышно меня? Сегодня давайте поговорим о лендинг-пейсе, ну и, соответственно, о параметрах, которые позволяют достигать высокой конверсии. Благодарю компанию 1S Bittrex и Алексея за предоставленную возможность. Сегодня мы с Екатериной Мосягиной будем рассказывать о лендинг-пейсе вместе. Она во второй части. Вот немножечко информации о нас. То есть, мы на самом деле Нижегородское интернет-агентство, которое называется Bourbon.ru, мы занимаемся разработкой сайтов уже достаточно давно, ну и, соответственно, лендинг-пейс тоже разрабатываем. Далее поговорим о лендингах. Вы наверняка задумывались уже о разработке сайтов, и в ваших мечтах, фантазиях разработка сайта, она вот так примерно выглядела, скорее всего. По крайней мере, мои любые начинания, они обычно выглядят именно так. Почему-то у меня есть дочь, дочь есть младшая, она представляет себе идеальную картину, обычно в виде вот такого вот единорога. Непонятно почему, но это утверждившийся уже такой стереотип, что единорог прекрасен. И в самом деле сайт мы проектируем, когда мечтаем о нем, он прекрасен, и где-то на фоне на него сниспадают потоки денег, и все замечательно. Но по факту очень часто получается вот такая вот картина, а вовсе не прекрасный белый единорог. То есть получается такое достаточно жалкое создание со связанными ногами, то есть не готовое к продвижению в каком-то периоде, и с колокольчиком ржавом на шее, что не позволяет о себе заявить на рынке. Чтобы этого не произошло, нужно начинать вообще разговор о разработке любого сайта и лендинга, в том числе с таких вопросов, например. Какие задачи должен решить ваш сайт? Для чего вы его делаете? Понятно, что все скажут, что для того, чтобы больше продавать, или для того, чтобы больше заработать. Но нужно конкретизировать. Какие действия вы ждете от посетителей сайта, например? Что вы хотите? Кто должен прийти на ваш сайт? И что он должен сделать? Он должен позвонить, отправить вам почту электронную, заполнить какую-то заявку и так далее. Очень важно продумать это еще до того, как вы начнете разработку. Ну и нужно посмотреть на сайты конкурентов. Возможно, что именно в вашей отрасли сайты конкурентов настолько ужасны, что вам не стоит тратить много денег на то, чтобы зарабатывать полноценный какой-то сайт за сотни тысяч рублей. Если вы посмотрите, например, отрасли продажи строительных материалов, то там обычно сайты выглядят очень примитивно, буквально в виде таблички с изображением кирпича и стоимости. И фантазировать какие-то, делать сложные вещи, может быть, и не стоит. Еще очень важный момент из нашей практики это желание финализировать процесс. Если у вас процесс доставляет вам больше удовольствия, чем конечный результат, то, наверное, у вас не получится быстро и качественно разработать сайт. Это затянется на месяцы, а иногда даже на годы. Например, такой пример из нашей жизни. Один раз мы согласовывали тон красного цвета для плашки на главной странице сайта. Целый месяц, наверное. То есть мы выбирали из десятка разных оттенков нужный красный цвет. В общем-то, это тоже важно, но можно это сделать уже и после запуска сайта, что-то поменять, доработать. Вообще любой сайт нужно дорабатывать и к этому нужно быть готовым. Невозможно сделать идеальный готовый продукт сразу. И особенно это касается лендинг-фейдж, поскольку лендинг-фейдж рассчитан на продажу и он должен адаптироваться к рынку, адаптироваться к отклику на тот дизайн, который вы сделали, на тот контент. Что происходит, когда в компании решают сделать какой-то магазин или сайт? Что происходит? Или лендинг? Есть несколько сторон, которые тянут в разные стороны. Чаще всего в этом процессе принимают участие программист, маркетолог, ну и, наверное, директор и собственник. И у них у всех различные совершенно представления о том, как это должно выглядеть и работать. Программист больше обращает внимание на какие-то технические нюансы, на какой CMS-системе это все должно работать, какая платформа программная и так далее. Может быть, какие-то цвета, может быть, программист, еще и дизайнер. Очень часто так бывает. Маркетологу важно реализовать какие-то свои идеи, как сделать бизнес успешным. Ему, может быть, важнее понимание лендинг нужен или сайт. Вот у нас буквально через несколько часов будет встреча по поводу лендинга. Люди хотят достаточно широкий, обширный контент поместить на лендинг-пейдж и никакую не хотят согласиться со мной, что у них на самом деле корпоративный сайт с каталогом продукции и, возможно, даже интернет-магазин. Нет, они хотят лендинг-пейдж. Хотя у них много страниц, много контента, каталог продукции и, в общем-то, все как на обычном сайте. А собственник вообще не думает, лендинг это или сайт, и не должно этого интересовать. Ему важно будет это продавать, сколько это будет продавать и как прибыльно будут инвестированы деньги в это. А на самом деле лендинг иногда не нужен. Например, если у вас нет четкого торгового предложения или продающего контента, и нет возможности сделать, например, такой контент, вы просто не сможете сделать лендинг. Если вы планируете продвижение по широкой группе запросов, то то же самое. Достаточно сложно сделать лендинг, который будет продвигаться в поисковых системах, по широкому набору запросов, потому что для этого требуется достаточно большое количество страниц на сайте. То есть на одной страничке просто невозможно продвигать несколько десятков запросов, например. Ограничивается это все тремя-пятью, максимум, тремя-пятью запросами. Если вы не собираетесь работать дальше над проектом, оптимизировать его, измерять конверсию и так далее, то, наверное, тоже лендинг вам не нужен. Это просто какая-то страничка, хоум-пейдж, раньше это называлось, не лендинг-пейдж, а хоум-пейдж. Домашняя страничка, корпоративный сайт. Что важно еще? Важно выделить какую-то конкретную нишу и делать лендинг для конкретного товара, для конкретной услуги и для конкретного продукта. Нельзя продавать на одном и том же лендинге и все сразу, все подряд. Вот, например, такая картинка. Здесь продается и розничная, и оптовая продажа, есть оборудование пожарного. И непонятно, на какую целевую все это рассчитано. Я бы, может быть, ограничивался чем-то одним. Например, строительство бани из профилированного бруса. Невозможно все услуги, которые компании предоставляют, аналогичного направления, разместить на одном лендинге. Чаще всего делают лендинги конкретно, например, по баням, конкретно по загородным домам, конкретно по коттеджам. Или можно, наоборот, выделить направление определенного материала, например, профилированный брус. И все из профилированного бруса. Но все вместе вы не сможете затащить на один лендинг пейдж с гарантией успешного продвижения его. Еще очень важно, чтобы на лендинге все было сделано, если не идеально, то аккуратно, по крайней мере, сразу. В частности, заголовки не должны наслаиваться. Если человек видит какую-то неаккуратность, небрежность, то чаще всего это его отталкивает. Обратите внимание, что на первой картинке не было видно формы отправки заявки, хотя она вроде бы большая, привлекательная, желтая, и на нее все посмотрели, но отправить заявку невозможно было, если вы не видите кнопку. Точно так же не было видно и счетчика. То есть, маленькие нюансы, неучтенные разрешения экранов, на котором он подображается, и в общем-то все усилия по разработке сайта сводятся к минимуму. Нужно понимать, что лендинг это не самоцель, ведь вам нужно, чтобы ваш сайт продавал, чтобы он привлекал клиентов, чтобы вы получали прибыль, а составляющих здесь как минимум три. То есть, это лебедегенерация, нужно, чтобы к вам на сайт кто-то пришел, чтобы он увидел информацию, которую вы там разместили. Если вы не организуете рекламную кампанию, то, соответственно, на сайт просто никто не придет и продаж не будет. Нужна квалифицированная обработка, обработка поступающей информации от пришедших людей. То есть, люди оставляют какие-то заявки, они должны попадать к менеджеру и так далее. А дальше менеджер должен учитывать историю взаимоотношений с этим посетителем, возможно, он уже текущий клиент, или, возможно, что он не заказал, а ушел, например, с формы, не заполнив поля. Нужно проанализировать, почему это происходит. И если это звонок, то нужно качественно продать по телефону. Если это заявка, то нужно, соответственно, ответить на нее вовремя, потому что если заявка отправляется, то, скорее всего, отправляется в несколько компаний одновременно. И если на заявку отвечают через две недели, то это уже никому не нужно. Если говорить о привлечении трафика, то понятно, что нужно привлекать целевой трафик. И для этого необходимо настроить рекламную кампанию правильно. Если вы привлекаете трафик не по целевым запросам, не по релевантным запросам в вашей страничке, то, соответственно, люди приходят, сразу уходят, и, во-первых, вы не получаете клиента, а, во-вторых, вы понижаете свой сайт в результатах поисковой выдачи. Поскольку поисковые системы сейчас очень пристально следят за действиями пользователей и анализируют, понравился сайт, не понравился. Если с сайта много отказов, то есть уходят с сайта, не просматривая его люди, то, соответственно, сайт достаточно серьезно пессимизируется в поисковой выдаче. Далее, после того, как уже все получилось, люди пришли на сайт, заполнили заявку какую-то или позвонили, нужно с этими людьми работать, с клиентами. Для этого необходимо использовать CRM-систему. То есть, если мы говорим про лендинг-пейдж, то, наверное, сразу подразумевается подключение лендинга к CRM-системе и работу следами. Если у вас нет CRM-системы, если у вас менеджер работает в Excel, где все перепутано, или вообще на бумажках, как на картинке, то, наверное, говорить о высокой эффективности сайта и инвестиции по рекламу бессмысленно. То есть, нужно считать какую-то конверсию на каждом этапе, этапов несколько, и нужно понимать, какую конверсию вы считаете. Конверсию показов рекламы в клике по рекламе или конверсию переходов на сайт в заявки. или в клиентов. Все это достаточно сложно, и нужно понимать, какие затраты вы несете и какую конверсию сайт обеспечивает, чтобы понимать отдачу всего этого. В любом случае, проанализировав конверсию, проанализировав полученный результат, нужно внести сайт изменения. Очень часто какие-то нюансы достаточно сильно влияют на конверсию сайта. То есть, буквально цвет кнопки может быть, или нет надписи какой-то, типа цена, например, рядом с цифрами, которые обозначают цену. И как только вы добавляете такие мелочи, сайт оживает, начинает работать гораздо лучше. Нужно анализировать и, соответственно, наносить изменения. Это цикл, это замкнутый цикл, это процесс. Невозможно сделать сайт и забыть про него, если вы именно продажами занимаетесь. Ну и, конечно, лендинг прежде всего характеризуется активными элементами. То есть, кнопочки какие-то, формы и так далее должны быть на сайте. Если не на каждом экране, то надо к этому стремиться. Далее несколько слов по поводу того, как можно сделать лендинг лучше или наоборот хуже. Сейчас очень модно делать такие вот попап-окна, которые предлагают посетителям сайта с ним связаться, как-то отправить ему какую-то информацию и так далее. Вот пример, как делать не нужно. То есть, вы приходите на сайт, одно неловкое движение мышкой и весь экран занимает большая черная форма, которую вам нужно ввести в свой футовый номер. Я бы не стал это делать, например. Окей, вы решаете, ну, наверное, я сейчас закрою эту форму, крестик нажму, дергаете мышкой, справа появляется еще одна форма. Она вас добивает, вы уходите оттуда. Или вот такой вариант, белая форма. Она просто закрывает весь экран. Причем это на сайте, который продает лендинги. То есть, мы заходим на сайт, видим красивую картинку, форму, и хотим заполнить ее, но дергаем мышкой, и весь экран закрывает белая форма. С высокой вероятностью вы с такого сайта уходите. Ну, по крайней мере, я так делаю. Поскольку у сайтов, которые предлагают аналогичные услуги или продукты, достаточно много, нет смысла терять время. Очень важно, чтобы на вашем лендинге были заголовки и вообще текст. Текстовый контент это то, что двигает и сайт, и бизнес в целом. Продают качественные изображения и качественные тексты. Вовсе не какая-то магия, не какая-то мистика. Простые вещи совершенно. Нужно, чтобы были заголовки, которые вас и продвигают в поисковых системах, и продают пользователям. В частности, вот простейший пример заголовка по такой схеме. То есть, нечто привлекает внимание, а потом продает ваши услуги. Структура всем известна, можно почитать об этом в интернете достаточно много информации. Существует явная зависимость между оригинальностью и эффективностью. Если ваш сайт не интересен внешним непривлекателем, не вызывает какого-то удивления, может быть, в первый момент, то с высокой вероятностью на нем может быть и не сразу купили вообще не задержатся. Если сайт вызывает интерес, удивление, на нем хочется задержаться и посмотреть внимательнее. Это уже первый шаг к тому, чтобы сделать заказ с сайта. Также существует как стандарт практически мнение, что нужно размещать счетчики. В чем-то это справедливо совершенно, то есть это и есть часть УТП, когда вы размещаете какое-то предложение, которое ограничено по времени или по количеству. Не нужно излишне усердствовать, в частности секунды на счетчике совершенно избыточная информация, она больше отвлекает, чем заставляет человека задуматься, что действительно у него не так много времени. Ни в коем случае нельзя делать обманку к тому, что если человек перезагрывает страницу и видит, что счетчик обнулился и что снова все испошло с того же момента, который он видел в первый раз, то он поймет, что его здесь обманывают и уйдет навсегда. А Дарки очень хорошо действуют, это тоже часть УТП, и нужно на лендинге размещать информацию об этом. Очень важно, чтобы элементы активные были заметны. Конечно, та зеленая кнопка, которую я показывал перед этим, это не самый лучший вариант, но кнопка должна быть явно выделена цветами, формой и размещением на странице с контентом. Важно, чтобы пользователь увидел контактную информацию. Телефон, номер телефона это практически, если не самое главное, то существенная часть успеха. Очень многие люди просто не заполняют никакие формы и не пользуются электронной почтой для отправки каких-то заявок, а просто звонят с сайта. Многие приходят на сайт, ищут его в Яндексе и приходят туда, чтобы просто увидеть номер телефона. Правда, сейчас Яндекс подсказывает. То есть, номер телефона должен быть как минимум в шапке, он должен быть в контакте информации, возможно, их должно быть несколько. Важно, чтобы к этому номеру телефона человек подводился плавно, чтобы он неожиданно был на странице, чтобы человек постепенно к этой информации шел. Схема проезда нужна, если вы действительно хотите, чтобы к вам приехали, либо, если мнение посетителя сайта зависит от того, где вы расположены. Ну, например, некоторые не хотят покупать у вас, если вы находитесь в другом городе, поскольку им нужно купить быстро и с гарантией и с доставкой. Тут можно и помочь себе, и навредить себе, то есть, можно оттолкнуть тех, кто будет обращать внимание на ваше месторасположение. Если на самом деле вы сможете поставить эту продукцию в другой город, то, в общем-то, может быть, и не нужно карту размещать. Очень хорошо работает вот такое вот распределение по услугам с возможностью выбрать одно, другое или третье. В данном случае это еще сочетается с фотографиями и с именами людей. Это всегда благотворно влияет на продажи. По поводу лиц. Люди, которые изображены на фотографиях, они не просто так там находятся, они продают вместе с вами, может быть, и вместо вас. То есть, это ваши менеджеры по продажам. Если менеджер по продаже отвернулся от клиента, то вероятность того, что человек купит на сайте, она не очень высокая. То есть, вот это вот изображение показывает, на мой взгляд, непривлекательность предложения, которое на сайте есть. Если мы видим лицо, глаза, еще и улыбку, то привлекательность возрастает. однако, если лицо смотрит на сайте, например, на форму отправки сообщений, то эффективность этой формы будет еще выше. Эта картинка мне очень нравится, потому что здесь на пути следования взгляда под глаз человека к форме, еще и подается какая-то дополнительная информация, которая позволяет с большей уверенностью принять решение посетителей сайта. То есть, если глаза смотрят на форму, то мы тоже смотрим на эту форму. Исследования показали, что если мы смотрим на человека, то мы рассмотрим его глаза. Но если человек смотрит не на нас, а куда-то в сторону, то мы невольно переводим взгляд на то место, куда смотрит этот человек. То есть, мы должны учитывать и наличие людей на сайте, и то, как они выглядят, куда они смотрят, что находится в том месте, куда они смотрят. Вот тоже картинка очень интересная. Здесь тоже девушка смотрит игривым взглядом на форму и вы невольно тоже посмотрите на эту форму, чтобы посмотреть, куда нас таким интересным смотрят. Сейчас очень важно, чтобы сайт был адаптивным, чтобы он менял свою структуру, свой внешний вид под различные разрешения устройств, с которых этот сайт открывается. По нашим данным, порядка 20-30% клиентов, клиентских сайтов, посещают сейчас с мобильных устройств. Если буквально год или два это были единицы процентов, то сейчас это уже десятки процентов. В некоторых отраслях это и того больше. нужно понимать, что за мобильным трафиком будущее и просто совершенно необходимо для эффективной работы в большинстве случаев, есть конечно исключения, но в большинстве случаев необходим адаптивный дизайн. Еще одна такая фишка, как гео-мульти лендинги, когда лендинг не статичную страницу себя представляет, а формируется в зависимости от запроса, по которому перешел на сайт посетитель. То есть если приходит посетитель из Нижнего Новгорода, сайт это определяет и подставляет, например, Нижний Новгород в заголовок страницы. Или можно подставить какой-то другой текст в зависимости от запроса, по которому перешел человек из Янексу, например. Это тоже естественно работает, но немножечко усложняет задачу. Сколько же все это стоит? Если говорить о статистике, которую предоставил например, CMS-магазин, которым я вполне доверяю, то стоимость в общем-то средняя сайта где-то порядка 150-180 тысяч. Естественно, что не всегда целесообразно использовать для быстрой продажи сайт, который стоит 200 тысяч. Возможно, что можно сделать это быстрее и это будет работать не хуже. Ну и в данном случае это вопрос, на который Екатерина Сягина ответит более подробно, рассмотрит, какие есть варианты, что лучше, индивидуальное или готовое. Я попрошу Алексея переключить микрофон, если это не сам надо. Переключил. Спасибо. Всем добрый день, меня зовут Екатерина, компания Бурбон, я занимаюсь как раз разработкой сайтов, лендингов и интернет-магазингов. Так вот, в общем-то, наверное, извечный вопрос, какое же решение выбрать, индивидуальное или готовое у наших заказчиков, я попробую на него ответить. Если рассчитать среднестатистическую смету на индивидуальный или готовый лендинг, то у нас будут приблизительно такие расходы. Домены хостинг это одинаковые расходы при готовом и индивидуальном решении. CMS мы, конечно же, рекомендуем всем использовать один из Bittrex, потому что это позволяет очень быстро создать практически сайт практически с любым функционалом, это тоже общий расход для индивидуального и готового решения. И дальше идут различия. Здесь я посчитала среднестатистическую какую-то величину, она может колебаться, в зависимости от ваших потребностей по дизайну, от вашего вкуса и других составляющих. И приблизительно, если говорить об разработке индивидуального решения, сумма где-то на саму разработку, на дизайн-верстку и программирование будет от 45 или выше. Здесь зависит уже от уровня того, который вы хотите получить. Мы же предлагаем готовое решение, то есть свой готовый модуль за 4 900. Соответственно, разница видна, ощутима. Один из плюсов готового решения... Извиняюсь. Давайте дальше с вами посмотрим и попробуем угадать, какое решение индивидуальное или готовое. Вот этот плендинг рассмотрите, пожалуйста, внимательно. и дальше такой лендинг. Если кто-то может, ответьте, пожалуйста, на вопрос, какое решение индивидуальное, какое готовое. Ну, хорошо, нет ответа, да? На самом деле понятие, какой лендинг и какой дизайн выбирает ваша аудитория, поможет только обе-тестирование. Это замечательный инструмент, который встроен в 1SB, и вы можете в принципе ответить всегда на этот вопрос уже не как бы гадая, основываясь на результатах АБ-тестирования. Ну, и если раскрывать секреты, то, например, вот это решение, это готовый модуль, здесь сделано просто наполнение под конкретную услугу заказа Деда Мороза и Снегурочки, а это решение индивидуальное. Приблизительно по стоимости все было, как у нас по смете рассчитано. Но, как бы, время запуска этого лендинга полтора месяца, а время запуска этого лендинга три часа. Вот, поэтому разница как бы очевидна. как вам найти быстро готовые решения. Ну, небезызвестный Marketplace один из Bittrex вам может в этом помочь. Очень хорошие фильтры сделаны, вы можете сразу именно под свой бизнес подобрать решение, то есть выбрать готовые сайты, и они уже здесь разложены по отраслям. И вы можете увидеть, сколько приблизительно в каждой отрасли вам вариантов будет предложено. Ну, и дальше вы проходите на, собственно, решение сами и выбираете. Очень много фильтров, очень хорошие. Вы можете выбрать как платное решение, так и бесплатное. Можете настроить адаптивный и неадаптивный, поддержка композит нужна вам или нет, и в зависимости от редакции подобрать решение. Ну, вот здесь у меня отсортировано по цене, например, даже за 1000 рублей можно выбрать лендинг именно для вашей отрасли, и, соответственно, наполнив его контентом сделать быстрый старт для своего продукта, услуги или же информационного какого-то события. Вот, например, на мой взгляд, идеальные по отраслям решения. Здесь слева представлен лендинг для услуги, по-моему, сантехники, да, очень красиво сделано все, но, к сожалению, этот лендинг можно использовать только в этой отрасли, то есть он именно заточен под конкретный вид услуг. Справа лендинг для ресторана или там доставки готовой еды. на мой взгляд, тоже очень красочное решение, но все эти лендинги, обращая ваше внимание, заточены уже под конкретный продукт. Мы предлагаем, у нас есть как бы линейка своих продуктов, наш первый лендинг, он так и называется, первый лендинг, может работать на редакции первый сайт и стоимость всего решения вместе с лицензией 1S Bittrex будет около 3000 рублей. Дальше у нас есть решение промежуточное, оно работает на редакции от старт, стоит 4900, и адаптивный лендинг пейдж за 9900 рублей. По дизайну Bittrex лендинг пейдж и адаптивный лендинг пейдж отличаются, не отличаются, отличаются только наличием адаптива. Наши модули достаточно давно уже пользуются спросом, и мы их продаем нашим клиентам, и поскольку мы можем собирать аналитику с таких решений, то у нас накопился некоторый как бы багаж изменений, которые мы хотим внести, и я с удовольствием вам представляю наш новый лендинг, этот дизайн будет внедрен в ближайшие месяцы на нашем модуле, давайте рассмотрим из чего он состоит. Ну, первая страница, первый экран классический, здесь можно разместить красивое изображение вашего товара, либо же веб-форму, я дальше покажу, как это выглядит. Ниже слайдера у нас будет акция, которая длится по времени ограниченно, как, собственно, Евгений рассказывал, все фишечки мы тут здесь использовали. Акцию эту можно будет отключить настройками, то есть в зависимости того, есть она у вас или нет по УТП, вы можете ее использовать или нет. Отключается она как бы легко, вы видите, что если убрать этот блок, то дизайн лейнинга не пострадает. Дальше, опять же, по классической схеме мы рассказываем, что за продукт или услугу мы продаем кратко, и снова напоминаем о том, что можем заказать. Дальше проводим некоторое сравнение либо нашего товара с другими товарами, либо же, если у нас несколько позиций, здесь можно изложить, чем они друг от друга отличаются и дать выбор, заказать это или второе или третье, но не дать выбора не заказать что-то. Дальше мы сделали классический блок списка услуг, вот эти картинки можно заменить иконками, то есть он может работать и как статьи для дальнейшего продвижения, может работать так же, как список, например, как мы работаем, либо как список отличительных ваших преимуществ, то есть мы можем это, 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 ну то есть достаточно универсально старались сделать и после этого блока снова предлагаем оставить заявку на продукт. Дальше опять же классический блок мы показываем ваш продукт лицом, здесь слайдер с фотографиями, если у вас есть видео, вы можете положить видео на этот лендинг, блоки все напомню, для нашего модуля отключаемые, то есть вы можете сделать установку, дальше собрать с мыслями, какой контент для вашего товара или услуги у вас есть и ненужные блоки пока отключить, в последующем они могут быть включены, когда у вас появится видеообзор или еще какая-то информация и тем самым как бы расширить ваш лендинг. Ну и завершается все тоже классическим образом контактами. В принципе вы можете основываясь на своих наблюдениях за действием пользователей, за действием пользователей, когда они находятся на вашем лендинге, каким-то образом менять блоки, видя, что они не находят ту или иную информацию или, например, посмотрев, как ваш лендинг индексируется, тоже можете блоки этими местами поменять, то есть поставить что-то выше, чтобы поисковая система быстрее съедала или же оставить все как есть. Когда мы начали анализировать собственно, как работает наш предыдущий модуль, мы поняли, что на самом деле нужно обязательно включить в решение три сборки. Невозможно сделать одинаковый дизайн на продажу услуги, одинаковый дизайн на продажу товара и одинаковый дизайн на мероприятие. Поэтому наши лендинги отличаются. Здесь представлен вот, например, первый экран для лендинга, который продает товар, и другая сборка будет заточена исключительно под какое-то мероприятие или семинар. То есть здесь в первом экране предполагается, что человек пришел с какой-то рекламной кампанией либо прошел по ссылке из письма и сразу мы ему предлагаем зарегистрироваться, потому что в принципе сценарий может на этом ограничиться, он может не читать дальше. Поэтому у нас будет три сборки, то есть вы можете купить один модуль, а на самом деле использовать его в трех ипостасях. Ну и после того, как вы выбрали решение, например, в нашем случае, вы должны заранее подготовить контент, чтобы у вас старт этот произошел действительно за час или полтора, а не за месяц, пока вы собираете контент. Мы используем в своем лендинге 3-4 хороших изображения для слайдера, описание товара, дальше вы должны заранее подготовить преимущества, то есть ваше УТП, желательно собрать отзывы, они очень хорошо работают, ну и адреса с телефонами тоже заранее предусмотреть, действительно, рабочие, действительно, там, где вы сможете на них отвечать. Редактирование нашего модуля происходит точно так же, как и всех элементов в Битриксе, то есть это обычные инфоблоки под всеми блоками лендинга стоят, вы, собственно, не почувствуете разницы между редактированием интернет-магазина либо контентного сайта и нашего лендинга. Все точно так же происходит, загружается картинка, есть визуальный редактор для текста, то есть вы можете как-то текст отформатировать немного. Ну и мы проводим регулярные эксперименты, да, действительно, мы можем запустить лендинг за 30 минут, особенно это полезно для анонсирования мероприятий, которые у нас проходят довольно часто, иногда действительно нужно в первой половине дня сделать лендинг для мероприятия и запустить туда рекламную кампанию. Ну и вот хотела бы рассказать о собственном опыте наблюдения за тем, как индексируется лендинг, как работает реклама и что посетители на нем видят. Так вот, у вас есть на самом деле всего 30 секунд на то, чтобы привлечь внимание пользователя, удержать внимание пользователя, направить его на то, чтобы он прочитал ваше конкретное предложение и, возможно, позвонил или отправил заявку. Если в течение 30, даже менее, даже 15 секунд я видела, они смотрят посетители, если в течение 15 секунд они ничего не находят на вашем сайте, они уходят. Соответственно, ваши показатели отказов растут и нужно что-то делать, нужно менять контент, подбирать запросы по тем, которым ваш лендинг индексируется и стараться, чтобы показатель отказов падал. Чтобы пользователи приходили, на ваш лендинг задерживались и предложение было для них действительно интересным. Ну и то, о чем мы всегда рассказываем на наших мероприятиях, вы можете сделать гениальный дизайн, гениальную верстку, купить совершенно уникальный модуль или разработать его для лендинга. даже можете в принципе сделать хорошее предложение уникальное на рынке, но если вы ничем своего посетителя не зацепите за живое, так сказать, не спровоцируйте его на покупку или на заказ услуги, в конце, после того, как вы рассказали все преимущества товара, показали, какой он прекрасный, какая у него дешевая цена, какая у него акция сумасшедшая проходит последнюю неделю. Так вот, если вы не зацепите, не найдете кнопку давления на вашего покупателя, чтобы он купил это сейчас для себя или зарегистрировался на этот семинар, то в принципе все усилия ваши могут пройти даром. Поэтому равноценно вместе с тем, какой движок у вас должен быть, какой дизайн у вас должен быть, вы должны думать о том, как посетителя все-таки дожать на вашем лендинге и чтобы он совершил покупку либо оставил контакт. Ну и у меня, пожалуй, все. Вопросы? У нас на самом деле тут не так много вопросов сейчас собралось. Сейчас я поищу. Был где-то вопрос. Александр Воробьев задает. Так, он спрашивает следующее. Веда готового решения вне уникальности все равно желательно делать хотя бы легкий редизайн. Не получится ли так, конкурент купил решение чуть раньше, я чуть позже, поскольку само предложение похоже, то пасковики расценят дубликат спана и будет понижать рейтинг. Кстати, вот часто вопрос, когда на типовых решениях делают сайт, все спрашивают про сево продвижение. Кридично ли это влияет или нет? влияет на самом деле контент, который вы размещаете на сайте либо на лендинге. Если ваш контент полностью уникален, то есть вы написали его либо сами, либо заказали у копирайтера, то, конечно же, поисковики будут ваш контент лучше съедать, чем тот контент, который вы скопировали. Но тот контент, который вы скопировали, вообще будет посчитан дублем. Поэтому дизайн, наверное, второстепенен по моим наблюдениям. Поэтому картинки, подбор хороших картинок, изображений и контент это то, что влияет действительно на ваше продвижение. Ну, понятно. То есть фактически что-то типовое решение не будет никаким образом. Все должны, наверное, понимать, что типовое решение это некий старт. Затем вы должны наблюдать за тем, что происходит, как вас индексируют. И совершить анализ и снова, например, сделать уже уникальный дизайн под ваши потребности. Например, сделать лендинг более удобным для ваших посетителей, а не типовое решение. Я думаю, что мысли после какого-то старта и периода эксплуатации в течение нескольких месяцев у вас обязательно появятся. Как улучшить это, как доработать. И мысли эти будут гораздо ценнее, чем те, которые вы имеете, не имея никакого лендинга вообще. Спасибо. Тут Батр Ланджиев. На самом деле странный вопрос. Доступны ли сайты в Китае? Там сайты часто блокируются. Но не знаю, наверное, если разместите там на хостингах в Китае, то будет нормально. все хорошо. Может к Евгению есть вопросы какие-то еще по его части. Не стесняйтесь, спрашивайте, пожалуйста. Так, Гретников Сергей спрашивает, сколько лейзинг-пейдж вы рекомендуете для организации? Ну, зависит от количества услуг или товаров, которые вы продаете. Соответственно, сколько у вас уникальных услуг, ну, то есть, я имею в виду не одна услуга, да, а несколько, например, вы занимаетесь строительством домов, то есть, вы можете сделать лейдинг для, ну, именно под услугу строительства домов и там расписать, какие дома вы строите и, соответственно, это и продвигать. На этом же лейдинге нецелесообразно продавать другие строительные материалы, потому что это уже совершенно другое предложение. Точно так же и с товарами. однотипные товары вы можете положить в один лейдинг именно для того, чтобы у посетителя был выбор купить или купить, а не купить или не купить, но не стоит продавать рядом, наверное, на одном лейдинге товары, которые никак невозможно с собой сравнить. Поэтому лейдингов может быть сколько угодно, лишь бы у вас было конкретное, уникальное торговое предложение. Спасибо. Что лучше для продажи детской одежды, лейдинги или сайт позиций порядка 500? Здесь, конечно, речь может идти только об интернет-магазине, но если вы только начинаете свой бизнес и в принципе у вас еще нет бизнес-процессов, как вы будете с покупателем работать, как вы будете доставлять все это, то есть если вы один продаете все эти 500 товаров, то лейдинг пейдж вам на первое время для того, чтобы сформировать все ваши бизнес-процессы хватит, а вот дальше вы уже из этого лейдинг пейдж можете сделать интернет-магазин. Еще один очень интересный момент. Мы предлагаем вам делать лейдинг пейдж на продукте 1SB редакции старт. На самом деле, если вы разработаете каталог на этом старте, на лейдинге будет у вас каталог сделан с помощью инфоблоков, то в последующем вы можете то купить разницу между редакциями старт и малый бизнес и не изменяя ваш контент, то есть он у вас останется весь, весь каталог, перейти уже на другую редакцию и сделать уже интернет-магазин из того, что у вас было на лейдинге выложено. еще могу добавить по поводу сколько нужно компании лейдингов и так далее. Такой нюанс, даже если у вас, например, детская одежда, но вы продаете ее оптом, то возможно, что лейдинг пейдж это то, что вам нужно. Дело в том, что продукт в данном случае у вас будет не детская одежда, а какие-то идеи, какие-то преимущества у вас как оптовика по сравнению с остальными. То есть это более привлекательные цены. Быстрая постановка и так далее. То есть вы можете на лейдинге вы можете на лейдинге слышно меня? А на лейдинге можете размещать именно ту информацию, которая продает вашим покупателям ваше преимущество, а вовсе не саму одежду. Если же у вас розница, то, несомненно, это интернет-магазин, или корпоративный сайт с каталогом продукции. Ну или под каждое направление отдельный лейдинг. То есть так часто делается интернет-магазин, а под какие-то ключевые направления делается лейдинг-пейдж под акции на конкретный товар. Соответственно, у вас будет интернет-магазин и еще несколько десятков например, лейдингов. Здесь ограничено количество лейдингов каталогом продукции. количеством предложений торговых. Спасибо. Так, Никита Капустников такой интересный вопрос задает, какой товар продавать этим летом? Ну, тут, наверное, никто вам не ответит. Воду. Воду, да, и вентиляторы. Так, Батор Манджиев спрашивает, можете ли вы сделать сайт на китайском языке? Не вижу никаких проблем. И даже на парси. Обращайтесь, поддерживаю. Все. Так, что лучше для производителя программного обеспечения? Ну, я так полагаю, опять же, вопрос к тому, лейдинги или какой-то корпоративный сайт. Что лучше для программного обеспечения? Ну, если вы производите одну программу, то вполне подойдет лейдинг. Если вы производите целую линейку программных продуктов, которые отличаются друг от друга, то есть не являются последовательным улучшением одного и того же программного продукта или расширением его функционала, а являются самостоятельными направлениями, то здесь лучше сделать под каждое направление по лейдингу или корпоративный сайт, где будет перечислена вся информация о всех продуктах. То есть один продукт, один лейдинг. Ну, опять же, если нужно продажу организовать, то нужен, конечно же, магазин. Естественно. Но можно организовать продажу и с лейдингом. То есть ничто не мешает сделать корзину заказов на лейдинге. Ну да, это тоже. Так, Денис Порошов спрашивает, что подойдет для организации совместных покупок, но, наверное, все-таки лендинг не совсем подходит, потому что там для совместных покупок какие-то другие функционалы нужны. Для организации совместных покупок подойдет ВКонтакте. Идеально. Ну да. Так, Дмитрий, если правильно, Пала Гний. Требуют создать интернет-магазин в лейдинге. Около 20 вопросов по созданию. Нужно ли все лейдинги делать независимо друг от друга или их лейдинги можно сделать как отдельной страницей готового интернет-магазина как бы сайт в сайте. В этом случае можно сделать единую систему оплаты, корзину и прочее. Легче в управлении и не нужно докупать сотни доменов. Катя, ты ответишь или нет? Ну, давайте я расскажу. Значит, ситуация достаточно хорошо нам знакомая. У нас есть такие клиенты, у которых очень много лейдингов. А тут есть нюансы какие. Если вы делаете все на одной лицензии, то, соответственно, у вас появляется ряд преимуществ. У вас вся информация в одном месте. то есть, вы докупаете дополнительные сайты к основной лицензии Витрикс и просто делаете новые сайты на этой лицензии. Все сайты управляются из одной системы администрирования. У вас одна и та же база клиентов. то есть, все очень компактно и удобно. Но, существуют и минусы. То есть, все яйца нельзя класть в одну корзину. Это прибаутка всем хорошо известная. То есть, если у вас, например, хостинг перестает работать, а это достаточно часто случается, то просто все сайты сразу перестают работать. Если у вас на каком-то сайте ошибка, то все сайты могут перестать работать. Если у вас вирус на каком-то сайте, то скорее всего все сайты будут заражены. То есть, вы сразу же теряете весь трафик со всех сайтов. С другой стороны, могут быть еще перегрузки. то есть, если у вас посещаемость на каком-то из сайтов огромная и может быть неоптимален код и сайт начинает тормозить, то он перегружает весь сервер, весь ваш аккаунт и, соответственно, все сайты начинают тормозить. Есть нюансы? Нужно понимать, какая посещаемость на этих сайтах, сколько их всего сейчас и сколько всего потенциали. Ну и рассматривать еще так же вопрос стоимости. Иногда дешевле купить, например, Bittrex отдельно, чем обновления для более дорогой редакции. Катя, есть что добавить? Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от Татьяны Плотниковой. На вашем сайте сейчас очень смешает всплывающая кнопка вебинара. Невозможно посмотреть сайт. А вы только что говорили, что это плохо. зачем же сами используете это? Мне позволило себе зайти на сайт, но это, я так понимаю, окошечко исчезает и больше не появляется. Совершенно верно. Иногда приходится применять такой агрессивный маркетинг. как бы, да, виноваты, краемся, грешны. На самом деле очень хочется, чтобы 2 июня к нам пришли на семинар как можно более заинтересованные люди, как можно больше заинтересованных людей. 2 июня у нас в Нижнем Новгороде будет федеральный семинар 1SBITX проходить. То есть, это не постоянно, это буквально еще пару дней и все. Ну и, наверное, все-таки Евгений, когда рассказывал, там более назойливые окошки, которые от действий на сайте они закрывают не дают производить. Здесь же это просто напоминание и, в общем-то, оно... Я против категорически любых поп-оп-окон, но в данном случае это такая вынужденная мера, ненадолго разместили такое окошко, чтобы просто привлечь в главную страницу трафик на страницу семинара. Спасибо. Так, Григорий Чуйков спрашивает, стоит ли делать лендинг и основной сайт в одном стиле? Если у вас лендинг и основной сайт про одно и то же, то, в принципе, почему бы и нет. то есть, если у вас есть корпоративные цвета, логотип, фирменный стиль, и, естественно, что все ваши сайты будут так или иначе согласовываться с этим фирменным стилем. Если у вас совершенно разные продукты, ну, то есть, например, одно направление в компании занимается одним продуктом, а другой отдел занимается другим продуктом, то на корпоративном сайте все это вместе может быть представлено в одном стиле, а продукт конкретный на лендинге может быть представлен совершенно в другом стиле. Или, например, если вы продаете несколько брендов разных компаний на своем сайте, а лендинг делаете по конкретному бренду, то логично, наверное, сделать сайты с использованием фирменных цветов именно этого бренда, а не своих. То есть вы в данном случае продаете чужой бренд. Я вижу много вопросов, уже таких более индивидуальных, по какой-то своей специфике. Я думаю, коллеги, вы напишите, пожалуйста, адрес Екатерины, вот эти вопросы, обсудите отдельно. Я, пожалуй, остановлюсь на таких более общих вопросах, более интересных для всей аудитории. Вот, например, Марина Ристова задает такой вопрос. Как вы считаете, стоит ли делать с лендинга ссылки на основной сайт? И чем грозят такие ссылки? Какие подводные камни могут быть? Ссылки могут грозить чем? В плане поискового продвижения. То есть ссылки передают определенный вес. Правда, сейчас поисковые системы практически отказались от учета ссылочной массы. Но, наверное, все-таки какое-то время еще это будет учитываться. То есть, в общем-то, ссылки не страшны, и это даже нормально, когда с одного сайта люди могут перейти на другой, если это оба сайта ваши, и с того и с другого сайта человек вон делает заказ у вас. Если это действительно оправдано контентом, контекстом, по которому переходит посетитель сайта с одного на другой, то почему бы нет? Если ссылок очень много, то, конечно, тут нужно задуматься. Но обычно с одного сайта на другой ведет одна-две ссылки, не больше. Тогда это вполне нормально, я считаю. Спасибо. Сейчас посмотрим. Так, стоит ли делать с лендинг-пейдж, если есть страницы в Фейсбуке? Ну, собственно, в чем преимущество? Что касается СММ-технологий и вообще продвижения в социальных сетях, то я бы не стал рассматривать страницы в социальных сетях как самостоятельный способ представления информации своей целевой аудитории. То есть, это скорее все-таки такой трамплин, с которого вы трафик забираете к себе на сайт. Во многих случаях люди приходят к вам на страницу, например, видят, что у вас нет просто корпоративного сайта, не указан адрес сайта и начинают задумываться, что, наверное, вы жмотитесь на создание сайта, не вкладываете деньги в развитие, в рекламу. Возможно, что вы вообще компания однодневка и вам доверять не стоит. То есть, корпоративный сайт это прежде всего имидж компании, это способ доказать целевой аудитории людям, которые вами заинтересовались, доказать, что вы пришли всерьез и надолго и не кинете их ни в какой ситуации. Для вас имидж имеет значение. Ну, то есть, определенные затраты это как ролик на руке бизнесмена. Без него просто его не будут считать пешным бизнесменом или дорогой автомобиль. В данном случае сайт это некий символ, знак того, что вы на хорошем ходу, на плаву. Facebook действительно и ВКонтакте и другие социальные сети сейчас набирают популярность и можно хороший трафик привлекать и даже с помощью таргетированной рекламы себе на сайт. Можно самостоятельно продвигаться с помощью Facebook то есть просто с помощью своего аккаунта или с помощью страницы компании. Но все-таки на этой странице я бы очень рекомендовал указывать адрес сайта и не забывать про сайт тоже. Спасибо. Вот, кстати, Сергей Новиков камерный вопрос задает. Но делать интернет-магазин на Битрикс это понятно. А зачем одностраничник на Битриксе? Какие плюсы? Зачем делать одностраничник на Битриксе? Ну, потому что Битрикс это же не только функционал интернет-магазина. Я, например, в восторге от системы авторизации. Битрикс с самого своего основания потрясающе работает с пользователями на сайте. Вы же хотите учитывать посетителей сайта и хотите, чтобы на сайте кто-то регистрировался, что-то делал. Если у вас, например, есть рассылка на сайте, в лендингах же бывают рассылки, то вы можете пользоваться функционалом Битрикса. То есть это просто очень удобный базовый функционал для создания любого сайта. Тем более, что сейчас новый функционал для интернет-магазина можно использовать и в коммерческих целях на лендинге. То есть если вы делаете лендинг на малом бизнесе, то у вас появляется куча фишек от интернет-магазина, которые тоже можно использовать на лендинге. Спасибо. Так, Никита Капустникова спрашивает, у вас есть тариф-проект, возможно ли на этом тарифе сделать продающий сайт, как сложно. Проект вы имеете в виду BITX24? Я так полагаю, это из той таблички, где у вас три варианта. да, пол-лендинг. Как, расскажи, пожалуйста, можно ли на нашей продукте? Нет, я все же думаю, что это речь идет о BITX24, редакции проекта. Можно сделать интеграцию BITX24, чтобы ваши заявки именно с лендинга попадали в BITX24. Это будет продающий сайт, но это два сайта. Вернее, один сайт и корпоративный партнер. Давайте подождем, когда Никита уточнит. Да, уточнить, конечно. У нас нет тариф-проекта, это точно. Я видимо, это очень похоже на BITX24. Ого. Так, вопрос по силу продвижению. Можно ли показать один сайт, который присутствует в топ-10, но это, так полагаю, из вашего портфолио, что-нибудь? Показать сайт, который в топ-10 присутствует? Ну, например, у нас есть такой сайтик небольшой по питомнику кошачьему. То есть, в общем-то, конкуренция достаточно большая, называется сайт краснозар.ру. Как слышится, так и пишется. Краснозар. И, соответственно, этот сайт по ключевым запросам, по запросам, связанным с продажей шотландских котят, он в топе и обогнал лидирующие в регионе витомники. То есть, это доказывает, что на шаблонном сайте вполне можно продвижением заниматься. То есть, то, что я говорил в начале, что можно продвигать несколько запросов буквально, в данном случае мы добавляем контент на лендинг и продвигаемся по достаточно широкому списку запросов. Спасибо. Ну, вот еще есть вопросик, наверное, я на него отвечу. Есть уже редакция «Малый бизнес», готовый лендинг за 4 900, можно встроить как отдельную страницу. Оно имеется, как я понимаю. Денис имел в виду старт сделать как отдельную страницу, но смотрите, Денис, вернее, Денис, у вас в редакции «Малый бизнес» есть возможность создания двух сайтов. То есть, вы можете один сайт использовать как магазин, второй сайт использовать как пэч. Для этого отдельную лицензию старт покупать не требуется. Но можно сделать совсем отдельно. То есть, это будет две разные копии продукта. Соответственно, их используют. потому что можно и папочки сделать это все не обязательно на новом домене. можно и папочки называем. Можно сколько угодно сайтов сделать папочку через слэш. Так что, Денис, обращайтесь к коллегам, они подскажут, как это сделать. Ну что ж, вопросов нету. Давайте я перейду, наверное, к своей части. Немножко расскажу про то, как расходить. Спасибо вам. Я попрошу Евгения и Екатерину побыть еще на связи. Вдруг какие-то вопросики за полчасика еще спорят по вашей теме. А я расскажу про инструменты, которые подводят, в общем-то, вам правильно работать с клиентом и с Дирексом, собственно говоря. Я вас отключаю и сейчас сделаю резинтором. Так, ну, в самом начале хочу вам показать такой сайт, на котором вы можете, если у вас нет еще Битрикса, посмотреть изнутри виртуальной лаборатории bitrixlabs.ru я сейчас чатик пришлю всем, собственно говоря, видели, да. То есть, здесь можно на три часа запустить демо-лабораторию, она разворачивается полностью с административной частью, посмотреть, как это выглядит снаружи, как это выглядит внутри. Можно демо-версию скачать, поставить себе на 30 дней на компьютер, ну, и более детально посмотреть. Так, теперь перейдем немножко, собственно говоря, к самому сайту, к интерфейсу Битрикса. Если вы зайдете как администратор, у вас сверху появится такая панелька. Вот это панелька инструментов, с помощью нее можно, собственно говоря, управлять контентом на сайте, произвести какие-то действия. Ну, давайте, например, включим режим редактирования, посмотрим, как это выглядит. То есть, у вас будут какие-то блоки расположены на сайте, и для редактирования каждого из блока будет выпадать такое контекстное меню с определенными действиями. Ну, например, здесь у меня, конечно же, развернут магазин, но, например, давайте с вами посмотрим какой-нибудь элемент, статья или новость, как это можно все редактировать. Вот всплывает окошечко, изменить новость, нажимаем, мы видим здесь, собственно говоря, изображения, которые прикреплены, изображения маленькой картинки для анонса, который выводит, и, собственно, текст самой новости или статьи, можно с помощью визуального редактора как-то отредактировать, все делается очень просто, что-то выделим жирным шрифтом, изменим цвет, можно сюда же вставить изображение, также появится оно, давайте сохраним, посмотрим, как все изменилось, вот можете видеть, все очень быстро произошло, мы провели быстрое редактирование, ну, соответственно, также это можно удалить, либо добавить эти элементы, то есть, очень удобное редактирование контента, ну, собственно говоря, да, хотелось бы немножко про баннер сказать, да, про слайдер, который на главной странице поддерживает как видео, так и обычные картинки, и так далее, теперь немножко посмотрим про вот ту связь, которую мы говорили коллеги, да, по работе с клиентами, как вообще взаимодействовать, как отсюда забирать, да, в CRM клиентов, я сделал, уже не буду показывать, но вчера сделал веб-формочку, которую, ну, например, можно забирать информацию у посетителей, вот я ее назвал так, давайте с вами заполним, так, email какой-нибудь оставим, и мобильный телефон, ну, это простейшая форма, которая буквально там за 10 минут можно ее разместить на сайте, я ее не модернизировал, а визуально такая простая, вот, клиент заполняет у вас данные, то есть, собственно говоря, то, что вы добиваетесь при размещении, лизинг пейдж, тут не обращайте внимания, эта страница не создана, ничего страшного, теперь я покажу, как это происходит в битрикс 2.4, настраивается связь с CRM, и, соответственно, мы можем в разделе лиды посмотреть, созданный новый лид, вот он называется, лид сайта, вот, посмотрите, он создался, вот, телефон, email, и здесь у нас заполнилось имя, ну, соответственно, можно сделать много полей, других, связать их с элементами в составе CRM, но, соответственно, дальше уже менеджер будет с этим клиентом работать, то есть, ну, вот такой очень хороший инструмент быстрой связи в общем-то в коммуникации с клиентами, обработке этих клиентов, ну, соответственно, если есть магазин, там еще добавляются, конечно, сделки, то есть, заказы в виде сделок перебрасываются, и так далее, ну, кстати, хотелось бы отметить, да, битрикс 24 до 12 человек бесплатен как CRM, вот, коммуникации бесплатно для неограниченного количества, так что, регистрируйтесь, заходите и начинайте использовать полезный инструмент. Теперь расскажу еще про несколько, которые пригодятся для взаимодействия с клиентами инструментов внутри самого управления сайтом. Ну, давайте так, наверное, я скажу немножко про скорость сайта инструмент, почему нужно на это обращать внимание, потому что, собственно говоря, чем быстрее открывается сайт, тем он лучше показывается в выдаче по продвижению, соответственно, вы должны стремиться к тому, чтобы он у вас работал быстро. Здесь такая шкала есть, показывает, собственно говоря, как он работает, этот быстро или медленно здесь будет показываться, ну, и, соответственно, показывает, какие инструменты можно использовать для оптимизации, монитор производительности, композитный сайт, включить ускорение сайта, причем, вот, обращу внимание, композитный сайт включается буквально одной кнопкой, если настроен у вас на самом шаблоне этот режим. Давайте я еще инструмент расскажу про безопасность, да, это, опять же, важный момент, которому стоит уделять внимание при создании сайта, то есть, есть такая вот панель безопасности, где можно посмотреть каждый из инструментов, как он настроен, какие-то рекомендации по использованию тех или иных частей, можно запустить вот такой сканер безопасности, он просканирует ваш сайт и покажет, в каких моментах есть какие-то проблемные места. А вот рекомендации дает сразу же, собственно говоря, можно их настроить. Теперь такие маркетинговые инструменты, наверное, интересно будет показать пробу тестирования немножко про то, что говорил Евгений, Екатерина говорила, да, как проверить, собственно говоря, кто круче, какой цвет, какая степень красноты кнопочки будет лучше влиять. Для этого используется A-B-тестирование. Очень простой инструмент, очень быстро запускается, создан мастер. Вот, например, новый дизайн, такой тест, выбираем сайт, который мы хотим тестировать, название, ну, допустим, длительность теста можно задать вручную, можно какой-то период задать, какое количество человек мы будем из посетителей страницы, скажем так, сайта запускать, экспериментировать с ними, и, собственно, выбираем там шаблон новый, шаблон старый, или наоборот. Вот, сохраняем, и, собственно, тест запускается и ждет каких-то действий. После этого можно будет все это проанализировать. Это доступно, в общем-то, обычному маркетологу без технических знаний каких-то, это очень быстро и удобно. Ну, и немножечко про e-mail маркетинг, то есть, про рассылки. Я сейчас покажу, у нас есть два варианта вот таких инструментов для e-mail маркетинга. Это, ну, собственно говоря, сам инструмент рассылок. Он вполне себе заменяет такие системы, как GetResponse, да, то есть, можно, в принципе, использовать уже внутри продукта, не прибегая к каким-то внешним сервисам. Ну, и такой инструмент, как триггерные рассылки. Что такое триггерные рассылки? Это письма, которые оторвляются автоматически в зависимости от каких-то действий, произведенных на нашем сайте. То есть, вы можете так настроить, например, клиент у вас зарегистрировался, ну, простейший, зарегистрировался за полную форму, ему ушло какое-то письмо. Или, например, он, ну, не знаю, там, начал что-то делать на вашем сайте, но не завершил это действие. Можно ему через какое-то время напомнить, что вы у нас заходили, но действие не завершили. Пожалуйста, продолжите. Ну, и, допустим, покажу, как делать, собственно говоря, рассылки. Очень удобный инструмент, очень удобный мастер создания такого письма. Давайте для начала создадим, добавим адреса. Так, ну, назовем так и здесь мы добавим, откуда мы будем их получать. вот, например, с веб-формы, да, мы только что заполнили веб-форму, я вчера еще несколько раз заполнял, вот она, выбираем имя, имейл, вот у нас три заявочки заполнена, так, три у нас контакта есть. Ну, и поскольку у меня интернет-магазин, я уже позволю себе добавить еще из магазина клиентов, те, которые у меня, все сохраняем. Вот у нас создан список тех клиентов, по которым будем делать рассылку. Вы можете эти группы как угодно формировать, создавать какие хотите списки, ну, и, собственно, сама рассылка, как она запускается. Очень удобно через мастер-то все сделать, пошагово вас проведет по всем этапам. Итак, ну, так, выбираем название, там, напоминание, например, следующим шагом мы выберем, собственно, ту группу адреса, в кого мы собираемся отправить. Здесь можно, если что, исключить кого-то. Так, по следующему этапу выбираем шаблон, например, вот такой. Вот, посмотрите, дается готовый шаблон письма, можете с помощью блоков каких-то организовывать, в общем-то, его дизайн, допустим, кнопку какую-то сюда, можно динамические элементы размещать, например, ну, это, конечно, больше к магазину, вот он показан, например, вводит купон на скидку товара, например, или можно показать, что в корзине оставил клиент, ну, для примера. Ну, и тут же посмотреть, как это будет выглядеть при рассылке на мобильном устройстве, на планшете или декстопе. Вот, как письмо выглядит, быстренько посмотрели, допустим, на планшете, как это, ну, и, соответственно, на обычном декстоп-компьютере. подготовили текст, создали тему, кто будет в качестве отправителя, ну, и, соответственно, можно здесь какие-то теги вставлять, там, здравствуйте, например, и тут же имя подставится из тех данных, которые заполнял клиент. Но, для примера, можно в HTML, если кто-то хочет свое что-то создать более уникальное, сохранить. Ну, и, в общем-то, рассылка готова. Осталось только выбрать, когда она будет рассылаться, какое-то расписание, вот, сохранить и, в общем-то, выполнить действие. То есть, так просто создаются рассылки, весьма рекомендую использовать этот хороший, простой инструмент. Ну, наверное, по основным инструментам, которые могут пригодиться для работы с лендинг-пэйджи, я рассказал, по интернет-магазину не буду затрагивать эти новые инструменты, это отдельная тема вебинаров. Давайте сейчас, если какие-то есть вопросы, то на них ответим. Сейчас. Давайте посмотрим, что у нас с вопросами. Сейчас, секундочку, я вернусь. Так, ну, Евгений, Екатерина, наверное, ваш вопрос все-таки остался. Можете ли подключиться к нам? пока отвечу на вопрос А, все, подключились, да? Мы спрашивали, какое изменение количества полей для заполнения? А какой вопрос? Да, про количество полей для заполнения. Чем меньше, тем лучше. Как на самом деле? Ну, тут, конечно, хорошо все в меру. Естественно, что много полей это слишком долго, сложно и непривлекательно для посетителя. Но нужно понимать, что вы должны собрать именно ту информацию, которая вам нужна. то есть у вас посетитель должен превратиться в лид. У лида должно быть определенное описание, чтобы он имел какую-то ценность. Условно говоря, если вам важно, чтобы был номер телефона у контакта, да, у лида, то нужно, чтобы было заполнено поле номер телефона. Если у вас ключевое значение имеет адрес электронной почты, то, соответственно, адрес электронной почты. Если нужен город, то добавить можно и поле город. То есть нужно по минимуму добавить те пункты, которые необходимы. Спасибо. Так, ну и, соответственно, тут еще наверное вопрос ко мне. Планируется ли в будущем добавление онлайн-консультанта в битрикс-системе, чтобы не платить за сторонние решения? Ну, мне там неизвестно об этом. Скорее всего, ничего такого не будет. У нас немножко другой концепт планируется. Я сейчас не буду все раскрывать. Будет презентация новой версии. Но такого прям как JivaSite или там Лайн-Текс, то пока ничего такого не создается. Так. Есть достаточное количество уже бесплатных мессенджеров, то есть конечно не обязательно будет встроенный. Да, тем более сейчас в marketplace практически все известные размещены. по поводу записи вебинаров по email-рассылке Анастасия спрашивает, я отправлю поищу, чуть позже отправлю вам отдельно в личную почту. Какие-то вопросы еще ко мне, к коллегам из Бурбон задавайте если остались. Так, ну в общем-то наверное вопросов нет. Еще раз напомню, запись ведется, она будет размещена буквально через день на следующей неделе уже на той странице, где вы делали регистрацию в разделе собственно говоря мероприятия. Если какие-то вопросы останутся коллегам, контакты у вас были, можете им задавать в общем-то напрямую. Ну а я благодарю Евгению, Екатерину за прекрасный вебинар, полезную информацию. Вас, уважаемые коллеги, которые смотрели вебинар, приглашаем на наши последующие. Всего вам хорошего, удачи и до следующих встреч. До свидания. Спасибо, будем рады ответить на ваши вопросы.